Можно ли менять судьбу при помощи магии? Корректировать можно, менять нельзя. Почему? Потому что душа приходит в этот мир с определенной задачей. Она выбирает в себе тело, то есть личность. Вот тело, личность, что такое личность? Это физическое тело, эфирное тело, это энергия, энергетика определенная. Дальше, это астральное тело, то есть это эмоции, чувства, ментальное тело, определенный склад ума идет. События, которые должны происходить, уже закладываются события, каузальное тело, которое притягивает эти события. Для чего-то цель, для чего приходит именно вот эта миссиональность. И поэтому менять нельзя. У меня несколько случаев есть, которые люди меняли при помощи магии. И это отслежено, как ходили, пытались поменять. Да, вроде с благом. Но тем не менее, вот эта вмешательность ни к чему хорошему где-то не приводит. Давайте вот пару случаев я вам расскажу, которые были. Ну, первый случай. Эта женщина меняла судьбу своего взрослого сына. Он встречался с девушкой. Иногда мог запрещенные препараты покуривать. Было такое. Мог выпивать и все остальное. Девушка старалась его поставить на путь истин. И там получалось. Получалось достаточно неплохо. Уже под самые, вот будем говорить, тогда, когда она пошла там по бабушкам, чтобы меняли ей судьбу сына, он уже начинал, будем говорить, выходить на определенный правильный путь. Потому что он очень любил эту девушку. И мать его не очень любила ее. Ей казалось, что он, будем говорить, сильно привязан к ней, что он много денег ей отдает, ну и так далее. Знаете как. Что интересно, у ней по карте стояла черная луна в польве. Это кармические, будем говорить, проблемы. У ней были кармические проблемы с детьми. Темная карма. То есть она наработала темную карму именно с детьми. Что-то она делала, какие-то преступления против детей. И поэтому обычный такой человек очень любит своих детей. И хочет, чтобы они были всегда рядом. Не отпускает. А ребенок, наоборот, старается от него уйти. Даже иногда, я говорю, попка может поворачиваться к ней. И вот эта женщина очень ревновала. И она пошла и поменяла ему судьбу. Чтобы он был рядом с ней. Плюс, чтобы он не выпивал не это самое. И чтобы он ее любил. Ну и что произошло? Произошел инсульт у парня, которого было 30 лет. Инсульт, и он умер. Очень быстро умер. Что там сыграло роль? Ну, по крайней мере, после этого ритуал, через два дня. Буквально. Вот это произошло. Ну, там уже можно догадываться. Некоторые скажут, да, у него уже подорванная была психика и все остальное. Прочее, прочее. Нет. Он постепенно уже выходил на ровную дорогу. И было все более-менее нормально. Ну, вот этот ритуал. Потому что ему, если он приходил, душа пришла, она должна была этот опыт получить. Из этого опыта, будем говорить, делать определенные, будем говорить, выводы. И попытки уйти от этого. То есть, душа, когда приходила, это было заложено, будем говорить так, в этой ее жизни, вот эти события. И когда все поменяли, ну, будем говорить, вот получилось так, как оно получилось. Еще один случай, уже человек, который постарше, вот, который просматривали, тоже человек пьющий, тихий пьяница, который не интересуется ничем, уже лет под больше 50, долго пьющий. И когда стали рассматривать, вот, что произошло, тоже был переворот судьбы. Какой? Вот, не помню, по-моему, лет по 60-му, где-то вот так вот. В армию его забирали, и он попал, должен попасть был в Афганистан. Должен был попасть в Афганистан. И мать его, все тогда переживали, я помню эти события, которые были. Это ужасные события для родных, близких. Тут не знаешь, как сам бы поступил. И мать обратилась какой-то, будем говорить, к магу, по-моему, или еще кому-то. Ему поменяли судьбу. То есть он, ну так вышло, что он не попал в Афганистан и вообще пошел служить где-то совсем вот тут вот рядом. Служил, но совсем рядом. В Афганистан он не попал. И вот после этого у него он женился и живет как-то вот, ну, будем говорить так, ну, что живет, что не живет. Жена у него умерла, и он тихо-тихо вот спивается, работает, спивается, никакого интереса в жизни нету, серая, унылая жизнь. Что у него было заложено в семье? Сделал подвиг. Он пришел в этот мир сделать подвиг. Какой подвиг? Именно в Афганистане спасти кого-то. То есть сам может умереть, он должен был умереть, но должен совершить был подвиг, там спасти ряд, будем говорить, какой-то ряд человек, очень группу человек должен был спасти. И вот это у него не вышло. И поэтому, ну, наверное, у него по судьбе, может быть, и что-то он должен и сейчас где-то проработать. Он же не ушел, как вот этот парень, не ушел. Но, тем не менее, вот это искажение его судьбы. И тут ты не знаешь сам. Вот я тоже мать двоих детей, мальчишек. Я не знаю. Это очень тяжелая вот именно вот эта вот вещь. Очень тяжелая. Поэтому, наверное, это надо знать, это надо как-то принять. Как это принять? Не дай Бог, конечно, нам встать именно вот, ну, с таким выбором. Поэтому тут я не могу сказать. Ну, вот просматривается именно это. Это почему подвиг? Вот смотри, человек иногда к этому подвигу готовится несколько лет. Не помню, именно вот, помню случай, который описывали, поэтому... Но не помню имя этого человека. По-моему, он армянин. И он был призер какой-то, очень большой олимпийский призер по подводному плаванию. Может быть, вы слышали это. И он оказался, я бы вам говорит, в том месте зимой, где целый троллейбус упал с моста под воду. Уже под лед практически. И он в это время находился. Там целый троллейбус был народу. И он спас, по-моему, две трети. Он нырял, он вытаскивал, нырял, вытаскивал. И очень многих людей он спас. Подвиг. Понимаете? Он к этому подвигу готовился. Да, его забыли. Я не знаю, наградили там, не наградили. Там тоже было очень много. Что интересно, говорят, что рядом, на другом стороне стоял отец. Как бы энергетически его поддерживал. Видите, вот как иногда душа выбирает свою судьбу. И она готовится именно к этому, к какому-то подвигу. И поэтому, если ты не знаешь, и ты стараешься поменять эту судьбу, ну, самое маленькое, самое маленькое, что человек может умереть. Почему? Потому что нету смысла уже. Потому что смысл был вот именно в том, что он пришел в этот мир, чтобы, например, что-то совершить, какой-то подвиг.